друзья всем привет сегодняшнем видео проедемся посмотрим польское село кому будет интересно видео поддержите меня лайком за мою работу всем приятного просмотра поехали смотреть поселок видим посмотрим этот поселок дымарчова мало называется так целое то я на своем помощничке сейчас проедусь и посмотрим этот поселок население здесь небольшое 350 человек проживает гмина стэшев этот поселок расположен мина стэшев великопольское воеводство дорога здесь сами видите не асфальт грунтовая такая дорога видно дома новая строится улица погодных название этой улице с правой стороны новый дом строится фундамент залит с левой стороны вот домик в процессе строительства коробка выгната уже вот так вот выглядит этот поселок это уже больше похожее на село не город и не пригород а вот обыкновенная поселок польский друзья кому интересно мои видео подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки моему видео кому интересно смотреть мой канал ссылочку на донат я оставлю под описанием под видео под этим роликом можете поддержать меня донатом постоянные мои зрители мой канал можете поддержать обратил внимание нету ограждений заборов вообще никаких нет может люди это еще не установили установки еще но не ставят заборы трех километровые так как у нас дома устанавливает трех километровые заборы не видно много домов новых настроен и фонари освещения дорога не асфальтированная ну ты без ям такая грунтовая насыпная вот и щебня вот видно вдали правой стороны дома такие вот новые близне ки много их встречаю в основном часто строят вот такие вот близне ки наверное их выгоднее строить либо они быстрее продаются вот такие вот близне ки я думаю скорее всего опыт опыт на них есть но лучше они быстрее продаются вот и быстрее покупают такие домики вот улица радостная сейчас повернем направо приедемся по радостной на улица действительно радостная поскольку смотрите какие здесь домики новые настроенные вот эти близне ки ну такой домик будет стоить друзья тысяч сто пятьдесят долларов и меньше близне ки сто тысяч я уже не говорю вот таких цен нет сто тысяч долларов на такие дома тоже наверное улица заканчивается посмотрим проедем мы дальше или нет нет дальше нету проезда будем разрытаться поехать дальше смотреть этот поселок погода у нас сегодня ветреная немного с утра вообще дождь был накропал немного думал никуда не поеду сегодня ну погода изменилась распогодилась то думаю поеду сниму видео для вас друзья мои кто еще мнение обсерву это обсервуйте мне натиснить обсервовать ну то я думаю эти участки вот что за рощей травой их скорее всего выкупят и будут здесь дома новые строить на тех участках это здесь вот с левой стороны магазин сельский склепс поживчик с правой стороны роллмэд какая-то фирма проедем посмотрим вижу вот стадион с левой стороны дети играют в футбол вот такой вот стадион прекрасный в этом поселке а да вот здесь я так понимаю рядом с этим поселком поскольку с той стороны село а здесь вот видно дачи это вот задачный корпоратив какой-то здесь вот я вам раньше говорил про дачи что 20 30 даже не 30 тысяч 10 20 тысяч злотых можно прекрасную дачу купить так вот вот такие а вот они дачи вот они друзья вот это дачи есть люди круглый год здесь проживают по-разному проедусь сниму вам покажу тишина спокойствие здесь вот домики вот такие вот территория оборожена оборожен рядом лес в самом лесе эти дачи есть вообще у каждого свой двор оборожен прекрасно конечно так я буду развертаться поскольку как всегда сейчас где-то заеду в тупик территория оборожена люди шашлыки жарят сегодня суббота много поприезжала объект мониторован здесь вообще шикарный круглый год наверное живут люди ну я думаю можно здесь круглый год жить напишите в комментарии мне вроде то писали что круглый год нельзя жить здесь поскольку нету здесь воды круглый год свет то здесь присутствует а вот с водой проблемы вот видно счетчики для света там видно автокемпинг стоит этот поселок как нашу местность напоминает вроде в украине так вот тишина спокойствие просторы такие классно конечно здесь воздух свежий такой сейчас еще немного проедемся поселка метким по улицам поездим посмотрим как люди здесь живут так мы выехали с той стороны направо поселок уже заканчивается улица лодзь проедемся посмотрим сразу вот вижу с левой стороны ангар какой-то наверное сельским хозяйством занимается процепы стоят корпус такой баки вот такие вот часто встречаются напишите в комментариях для чего эти баки я думаю для зерна они либо что-то с этим связано для корма может корма хранят вот трактора да это фермер здесь проживает какой-то ролик называется так польский вот еще один магазинчик сельский склад а здесь вот здание какое-то разрушенное сейчас подъеду покажу вам детскую площадку возле магазина какая площадка классная вот светлится весь вот видите это дом культуры здесь урночки вот мусор сортируется стекло папер металл видите сколько столиков наставлено много здесь вот площадка вот такая вот с кольцом баскетбольным качели турнички классно батут вот такой вот смотрите можно попрыгать и в этом поселке друзья населением 350 человек казалось бы да маленькое население с люди сделали вот для себя для детей вот такой аттракцион сделали здесь вот такой вот для футбола столик сделан поиграть можно поиграть можно для игры не знаю играет кто здесь не играет сделано но оно есть скажем так вот здесь вот для велосипедов места такие урна еще одна дополнительная друзья идем дальше посмотрим этот поселок рядом с магазином сельским такой вот пачкомат 24 часа работает инпост алигра смарт и вот остановка автобусная сразу обратил внимание вот такие вот пачкоматы возле каждого магазина везде они есть установлены с досталкой вообще никаких проблем нет просто все с досталкой здесь тоже видно фермер живет ангары дорога здесь грунтовая в этом селе плюс-минус такая же самая у нас дорога здесь грунтовая в этом селе дома в Николаевской области единственное что это дома отличаются конечно особняки такие вот есть это я так понимаю уже село заканчивается сейчас проедем посмотрим вот видно дом новый строится это уже построенные люди живут классные на самом деле домики я даже не знаю трудно мне представить сколько нужно работать у польши например мне чтобы построить такой дом вот с левой стороны видно строится дом строит так я развертаюсь поскольку это уже здесь конец села видно вот видите такую дорогу понасыпали здесь насыпную из чего было это видео мне в тиктоке попалось дом строили в Украине что-то до 50 тысяч долларов вышел дом постройка постройка дома простенького такого не особо там такого шикарного домины скажем так друзья кому интересно мои видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайк кто хочет меня поддержать донатом можете поддержать меня донатом ссылочка на донат в описании под видео то оставлю кому интересно видите собаки заперти держат в дворах обгорожены либо в клетках либо же так бегают но дворы обгорожены по улице собак нету поначалу как начинал снимать польские села все спрашивали а где же собаки коты коровы какие же это села польские это же не села ну так как то друзья бывает и такое что люди так живут в таких селах но я думаю таких сел нету польши напишите в комментариях есть ли такие села ну где коты и собаки по улицам бегают ну коты ладно можно встретить котов ну а собак бродячих вообще нету в городах я тоже не встречал много чтоб то было собак бродячих котов я думаю они наверно в приютах вылавливают их и сдают в приют вот потому их и так нету не бегают но не на газа 70 злотых стоит баллон газа маленький там 15 литров по-моему не дешево конечно ну а что есть дешево сейчас все сейчас дорогое ничего дешевого нету видео сколько автомобилей по 3-4 автомобиля во дворе поскольку без автомобилей здесь не так вообще вот такое видео друзья получилось кому было интересно видео друзья подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан всем спасибо за просмотр друзья будьте здоровы и счастливы всем пока друзья и всем мирного неба над головой всем пока